Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Женское счастье был бы милый рядом, а уж если не рядом, то хотя бы помогал материально. Алименты на ребенка – тема нашей сегодняшней программы. Александра Соболева не объясняет, почему рассталась с мужем. Нет времени размышлять о несостоявшихся отношениях. Жизнь Александры сейчас состоит из непрестанного выколачивания денег из бывшего супруга. Мне пришлось обратиться в суд, хоть как-то двоих детей, допустим, прокормить. И я вот обратилась в суд, чтобы взыскали из него алименты. Он там работает неполный рабочий день, и то там на 2-3 часа. А дальше я не знаю, где он работает. Может, где-то действительно, где-то под колымет или еще что-то, может, тоже где-то работать, но он может судебно не предъявлять. Сергей ушел от Александры, когда первому ребенку было полтора года, а второй еще не успел появиться на свет. Мы не беремся анализировать бездумность действия этого отца в тот момент, когда он бросал свою семью. Мы пытаемся понять, насколько развита у мужчин в нашем обществе способность к неспособности платить алименты. Ведь с подобным талантом не могут справиться даже судебные инстанции. По содержанию супруги в рамках исполнительного производства вынесено постановление о расчете задолженности. Оставляет более 150 тысяч рублей. В отношении детей исполнительные документы направлены на зарплату. Периодические платежи удерживаются задолженности, поэтому исполнительным производством нет. Одной из действенных мер является, конечно, это предупреждение об уголовной ответственности по статье 157 уголовного кодекса. А также постановление судебным приставом выносится о временном ограничении специальным правом на право управления автотранспортным средством. О проблемах женщин, которые не получают алименты, мы разговариваем сегодня с Нижегородским адвокатом Ольгой Волковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Что говорят мужчины, когда отказываются платить алименты? Причины могут быть разные, но в основном мужчина теряет интерес, у него появляется новая жизнь, появляются новые статьи расходов, скажем так, и ему кажется, что чрезвычайная семья может подождать. Но по закону мужчина обязан содержать своих детей до их совершеннолетия. Вы рекомендуете идти в суд. Как нужно писать заявление в суд? Самый простой способ – это пойти в суд и написать заявление о выдаче судебного приказа. Судебный приказ выдается в течение пяти дней. Необходимо приложить копию свидетельства о рождении или детей, справку с места жительства. Для того, чтобы получить судебный приказ, не нужно решение о расторжении брака. То есть алименты можно получить как в браке, так и после расторжения брака. Это не имеет значения. И на основании судебного приказа уже можно обращаться к приставам. Как правило, мировые судьи сами отправляют судебный приказ в службу судебных приставов. И начинается процесс взыскания алиментов. В чем особенность судебного приказа? Судебный приказ выдается только в долях к заработку. Вот есть еще такой один нюанс. Алименты могут быть двух, скажем так, видов. Первый вид – это доля от заработка. Я напоминаю, на одного ребенка это 1,4, на двух детей 1,3, на трех и больше половины заработка. Но и алименты также могут быть в твердой денежной сумме. В твердой денежной сумме. В тех случаях, когда, например, человек получает неофициальную заработную плату. Или вообще нетрудоустроен, но, скажем так, колымит. Да, в чем еще особенность? Доли взыскиваются автоматически на основании этого судебного приказа. Это быстро и просто, скажем так, для женщины. Твердая денежная сумма – это полноценный судебный процесс. То есть мать или тот, кто взыскивает, заявитель, они должны доказать, почему просят именно эту сумму. Нужно доказать, что у человека есть дополнительные доходы. Либо какие-то расходы существенные. Например, мы же не знаем, как, когда и кто передает ему деньги. Но женщина видит, что он, например, покупает себе автомобиль. Либо он, предположим, еще какие-то расходы несет. Например, ездит отдыхать за границу. Или еще какие-то случаи. Видно, что расходы, которые человек ежемесячно делает, не соответствуют, например, справке о заработной плате в 5 тысяч рублей, предположим. И тогда вот в этом случае есть. Но здесь нужно быть готовым к тому, что нужно будет собирать доказательства. Свидетельские показания, справки, делать запросы. То есть здесь без адвоката не обойтись. А кто должен собирать? Сама женщина? Да, да. То есть тот, кто просит, тот и собирает. Нередко мужчины, которые не хотят платить алименты, оправдывают свою безответственность ответственными заявлениями. Это не мой ребенок. Детей, в принципе, не прознает. Говорит, что это не мое. А потому что у него мама такая, говорит, ну, дети не твои. Говорит, дети нагулиные. Говорит, ну, че им чужим-то детям-то? Я даже ему предлагала, Денис, давай, сделаем ДНК. Действительно, дети твои. Версия о чужом ребенке кажется мужчине спасительной. Психологи находят научное обоснование подобному поведению. Человеку очень сложно жить с чувством вины. Поэтому надо желательно найти причину, чтобы это был виноват не я, а кто-то виноват. И опять же, ну, кто может быть виноват? В ситуации семейной жизни, конечно, всегда оба виноваты. Да, и мужчина, и женщина. Поэтому мужчина говорит, это ты, как моя жена, не сделала условия, чтобы мы были вместе. Поэтому я вынужден был уйти и создать, например, другие отношения, другую семью. Опять получается, раз женщина виновата, уже вот таким образом, то же самое. Пусть она сама разбирается, пусть она может искать какие-то пути для жизни. И пусть она попробует жить вот одна, да, с ребенком без меня. Если она вот видимой причины нет, то действительно все было вдруг хорошо. То есть никаких таких вот кардинальных каких-то ситуаций, которые не устраивают мужа и жену, да, не было. И вдруг, например, мужчина уходит из семьи. Но надо найти причину. Опять, а причина какая может? Если не находится в жене, то все вроде бы, видимо, было замечательно. И тогда нам надо найти причину в том, что это вообще не мой ребенок. Это что дает мужчине? Дает вот это чувство отстраненности. Ему так проще себя чувствовать. У него вот это чувство вины, которое, да, вот будет гложе, там, говорит, как же так, ты ушел, там, например. Или так получилось, что вы с женой разошлись. А там ребенок, это же твой ребенок, да, ты же вот как-то за него ответственен. А тут вот это чувство вины и ответственность, соответственно, снимается. С 2013 года Александра Соболева и ее дети недополучили больше 100 тысяч рублей. И побороться за положенные по закону алименты, возможно, придется еще немало. А сколько же таких недополучивших детей и матерей живет в нашей стране? Остается надеяться, что грядущее ужесточение в законе помогут ускорить процесс восстановления справедливости. Как определяется сумма алиментов, положенных ребенку? Если это доля, она определяется арифметически. Вот, например, у мужчины есть от первого брака ребенок, и от второго брака ребенок. Например, обе мамы подали на алименты, тогда одна треть от заработка, это 33%, примерно, это 16,5% пополам. То есть первая мама получит 16,5%, и вторая мама получит 16,5%. Это делается арифметическими подсчетами. Если суд присудил в твердой денежной сумме этому ребенку, предположим, 20 тысяч рублей в месяц, то здесь уже ничто не делится, вот, как есть в решении суда, так и 20 тысяч в месяц. А вот если папа уходит из многодетной семьи, папе платить алименты на всех детей, да? Вот у многодетных мам вообще сложная ситуация, потому что по закону вот эти минимальные гарантии, это на троих и больше детей 50%, то есть если трое 50%, четверо 50%, там, пятеро 50% и так далее, все 50%. Не любят у нас платить алименты? Ну, не любят. Ради неуплаты алиментов некоторые мужчины даже на официальную работу не устраиваются. В интернете можно найти залежи страниц на тему «Как не платить алименты законным путем». Там можно научиться тому, как человеческий закон с божьими заповедями нарушить при помощи юридического. Ежегодно в Федеральной службе судебных приставов находится около 2 миллионов исполнительных документов о взыскании алиментов и разыскивается 80-85 тысяч должников. Это только учтенные подлецы, а сколько неучтенных? Девятилетняя Женя не понимает, что ее жизнь сейчас зависит от денег папы. Справедливости ради стоит сказать, что и папа не особо понимает важности финансового участия в судьбе своего ребенка. Видимо, поэтому и не платит алименты, причем не только Жене, но и другим своим детям. Они разошлись, когда Женечке, младшему ребенку, было 10 месяцев. Ребеночек родился у нас немножечко с травмой шейного позвонка. Первое время он ей платил, но платил просто какую-то сумму давал определенную, но очень мало. И по 2 тысячи, и по 3 ей платил. В месяц? В месяц, да. И вот мы оформляли еще детское пособие, так как достаток семьи был небольшой. Оставляя свои семьи на произвол судьбы и взваливая житейские трудности на женские плечи, мужчины-алименщики гордо удаляются в свое личное светлое будущее, демонстрируя независимость и легкость перемещения по жизни. Только ли инфантильность всему виной? Или причиной крайней безответственности является пресловутая безнаказанность? Ну и забаловался дома сидеть, избаловался. И сидит бабушка старенькая уже, ведь она его кормит. Дочка ему говорит, вон иди в магазин, работай, продавай технику. У меня зубы плохие, хотя он зубы, он следит за собой, он вставлял себе зубы. И в общем он на все находит причины. Я говорю, дворником иди, ну разве он пойдет дворником? Соглашение об уплате алиментов. Во-первых, что это за документ? Во-вторых, стоит ли его заключать? Да, безусловно, его стоит заключать. Безусловно, стоит заключать. Когда, в какое время он заключается? До того, как папа уйдет или после? В любое время, в любое время. Это вообще не имеет значения, и это никак не связано с регистрацией брака. А что входит в это соглашение? Это соглашение о формировании бюджета на содержание ребенка, грубо говоря. В соглашении можно указать любую сумму, любую. Единственное ограничение, это должно быть не меньше, чем те самые гарантии по закону. Соглашение может быть заключено на любой период, например, на ближайшие три года, или до достижения ребенка 5 дней. То в вольной форме это соглашение формируется. Определенных рамок в соглашении таком нет? Форма, то есть этот документ составляется нотариусом, но содержание этого документа, это то, о чем договорились родители. И вот очень интересно, что, например, в соглашении о выплате алиментов, там может быть как единовременная сумма. То есть может папа, например, заплатить сразу несколько миллионов рублей, предположим, то есть большую крупную сумму денег, и сказать, вот, все, это до 18 лет, я больше, ко мне больше не приходить. Кстати, папам таким тоже выгоднее, потому что бывает, они дают мамам деньги, а те потом говорят, мы не получали, а так есть какой-то документ. Да, можно по соглашению о выплате алиментов передать какое-то имущество. Например, папа говорит, вот у меня есть комната, или дом, или квартира, или еще что-то, я своему ребенку передаю, ко мне вопрос по алиментов, пожалуйста, больше не сдавать. Так можно сделать тоже. То есть папам это тоже может быть интересно. А в вашей практике были случаи, что вот при таком документе, при таком соглашении об алиментах родитель счастливо исчезал? Конечно, конечно, бывает. То есть соглашение – это то, что стороны обещают сделать. Конечно же, папа может пропасть. И вот особенность соглашения в том, что в суд уже идти не надо. То есть если есть такое нотариальное соглашение, мама может идти сразу к приставам. То есть в суд собирать справки, ходить до кассы, уже ничего не нужно. То есть если есть возможность заключать соглашение, его надо обязательно заключать. Но мама должна быть уверена в том, что условия этого соглашения ей подходят. Потому что расторгнуть соглашение можно только через нотариуса. Изменить только через нотариуса. Единственный вариант, если будет ухудшение сторон, например, материальное, либо изменение имущества положения, либо, например, у ребенка появится заболевание, предположим. В общем, какое-то изменение произойдет, что этих денег не будет хватать. Либо у папы произойдут какие-то изменения, что, например, мама скажет, что он на момент заключения соглашения зарабатывал 20 тысяч рублей, а сейчас он зарабатывает 150. Но это несправедливо. Давайте изменим. Это только через суд делается. Только через суд. Отличительным признаком отцов-алименщиков зачастую является отсутствие работы или мизерная зарплата. Складывается впечатление, что подобного рода должники обладают умением только производить детей, а к другому виду труда они не очень-то приспособлены. Эти мужчины, которые попадают в эту категорию неплательщиков, это люди, которых нет вообще никакого чувства ответственности. Это просто, ну, как сказать, они не были воспитаны с этим чувством ответственности, они его не сформировали, например, начиная вообще с детства, и потом оно не выросло, и оно никуда не перенеслось. То есть оно не выросло, например, из ответственности за учебу, за школьную, там, за ситуацию дружбы своего друга, там, потом за профессию, там, за работу. И оно не перенесло на свою семью. То есть у этого человека нету чувства ответственности, да, за свою семью, за своего близкого человека, ну, пусть даже бывшего, и, собственно, за своего ребенка. Брошенные женщины ждут денег от отцов своих детей, а брошенные дети ждут любви. Но, как правило, и те, и другие так и продолжают находиться в постоянном ожидании. А требуется ли разрешение отца, чтобы вывезти ребенка за границу, если он не платил алименты? Если ребенок выезжает за границу с мамой или с папой, то согласие второго родителя вообще не нужно. А если он выезжает с кем-то, другим, с бабушкой, ну, неважно. Все остальные лица приравнят с киным лицам. Бабушка, дядя, брат, сестра, там, няня, ну, любой чужой человек, здесь нужно родить в согласии отца. И согласие отца будет нужно всегда, неважно, платил он алименты, не платил. Опять же, здесь исключение – это лишение алиментских прав. Даже если не платят алименты? Да, даже если не платят алименты. Ну, свинство какое. Ну, неоплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав, тогда он уже не сможет влиять. Можно лишить отца родительских прав за то, что он не платит алименты? И как это сделать? Вообще, неоплата алиментов – это достаточно серьезное нарушение, и за это нарушение предусмотрена очень серьезная ответственность. Вот два момента, которые нужно обратить внимание. Первое – это уголовная ответственность. Вот женщина, если у нее проблемы, да, и она понимает, что она все уже, она не хочет никаких иметь связи с этим человеком, первое, что она должна делать – это она должна собрать документы и подать заявление о возбуждении уголовного дела. То есть нужно возбудить уголовное дело, его должны привлечь к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Да, злостное, то есть, ну, там, своя методика сбора. Если возбуждалось уголовное дело, то есть факт злостного уклонения от уплаты уже налицо, то тогда она может поставить вопрос о лишении родительских прав. И лишают родительских прав заклонения. Это возможно. Но это необратимо. То есть мама должна понимать, что, если, например, через три года у нее эмоции утихнут, и она поймет, что все-таки, наверное, может быть бы, и пусть он общается с ребенком, и все, то это необратимо. Это уже она вспять не повернуть. Если отец не выполняет обязательства по уплате алиментов, мама может ему запретить видеться с ребенком? Общение с ребенком, содержание ребенка, да, это разные сферы, вот по закону, по закону, да, то есть они не взаимосвязаны. То есть в жизни мама может запретить отцу видеться с ребенком в любой момент, да, то есть это так происходит. Ей не нужно спрашивать разрешение суда, приставов, она просто прекращает общение, и все. Но она не имеет права, по-моему, по закону. Отец может пойти в суд и попытаться добиться этого разрешения, да, и вот здесь вот уже начинается плоскость вот этих семейных споров о порядке общения с ребенком. Эти семейные споры о порядке общения вообще никак не связаны с алиментами. Ну как, мама говорит, он не платит алименты, поэтому я и не считаю нужным видеться. Если в суде возникнет такой спор, и мама скажет, он не платит алименты, я не даю ему видеться, судья все равно обяжет ее предоставлять время встречи. Но это время будет... То есть вот я считаю, что вот если мама, например, это мое личное мнение, да, вот личное, если мама считает, что общение с ребенком несет какую-то угрозу, эмоционального, например, состояния ребенка, морального какие-то там, да, не дай бог, физического или еще что-то, то она, ну по моему мнению, ничего ей не препятствует вообще полностью прекратить общение с ребенком. И папа, добиваясь через суд, он добьется каких-то определенных дней, определенных часов, и она может контролировать. Она может присутствовать в это время, да. Я прихожу к выводу, что все как-то немножко двусмысленно в законе. Вроде бы так, а вроде бы так. Ситуации бывают разные, да, и общение с ребенком, и это одна сфера отношений, да, а финансовые отношения двух взрослых людей, мамы и папы, это другая сфера отношений. И ребенку на самом деле все равно, платит папа алименты или нет. Он, папа, ему нужен всегда. И вот есть такое мнение, тоже мое личное мнение, что общение с плохим отцом, ну под контролем, естественно, да, чтобы не было там какой-то угрозы эмоционально-физической, это лучше, чем отсутствие общения вообще. Потому что время пройдет, там, ребенок вырастет, и вот эта травма, да, от отсутствия, от общения с отцом, она ничем не перекроется. Итак, пошаговая инструкция. Куда обращаться женщинам, чтобы отвоевать все право на алименты? Значит, первое, нужно обратиться в суд. Первое, что нужно сделать, написать заявление о выдаче судебного приказа. Это заявление будет направлено к приставам, и приставы начнут поиск. Если отец, то есть должник, он может отменить судебный приказ, там, начать возражать и так далее. В этом случае, шаг номер два, нужно писать исковое заявление. Исковое заявление. И вот в исковом заявлении уже можно просить как долю к заработку, так и твердую денежную сумму. Определиться, что просить, долю к заработку или твердую денежную сумму, нужно исходя из того, есть ли реальные доказательства того, что у отца больше денег, чем формально он имеет. Потому что если доказательств нет, есть только эмоции, обиды, и я знаю, подруга мне сказала, что он уезжал за границу, этого недостаточно, это будет бессмысленно. Дальше третье – это работа с приставами. Приставы ищут должника и пытаются у него что-то, денег какие-то забрать. В 2016 году планируется изменение в законе об алиментах. В частности, планируется создать некий государственный фонд, который будет бесперебойно выплачивать алименты детям. А должники будут объясняться с государством. Это вам не женщиной права качать, сама дура. С государством лишний раз не поспоришь. Алименщик не сможет взять кредит, у него будут изымать водительские права. Но, уверенно, наши алименщики что-нибудь сообразят и в этих условиях. Наши мужчины очень сообразительные. В этом и наша женская радость, и женская беда. У нас на Фейсбуке и ВКонтакте есть свои страницы. Заходите, общайтесь. Если есть настроение, оставляйте свои истории. Я с вами прощаюсь, а впереди у нас прогноз неприятностей. Юпитер в отрицании Здравствуйте. На этой неделе Юпитер в отрицании склонен к различным видам безрассудства и готов подорвать психику любому жителю Земли. Гневная планета уже приготовила нервные потрясения для всех, кто не успел разобраться с электронными транспортными картами. С марта 2016 года полностью выходят из обращения бумажные проездные. Астрологи напоминают, что по решению ЗАГС Собрания Нижегородской области залить свое горе теперь можно только после 9 утра. Не исключено, что сделать это можно будет далеко не везде, а только в барах и кафе, площадь которых превышает 100 квадратных метров. Всплеск планетарной активности собирается привести в зону затопления 150 населенных пунктов в 37 районах области во время весеннего половодья. Так уж сложились звезды, что погода во всем виновата. Следите за звездами. Куда они, туда и мы. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok